Здравствуйте, уважаемые радио и телеслушатели! Сегодняшняя программа пройдет на русском языке. Тема, которую мы сегодня будем обсуждать в программе «Дюйнёй Дюберту» называется «Влияние образования на развитие страны в 21 веке». Гость нашей программы, известный коуч, специалист по образованию Айнура Челпункова. Здравствуйте! Здравствуйте! Автор и ведущий программы – «Идиля Смобедов». Тогда я к вам хотел, Айнура, такой вопрос задать первый. Вот сейчас опубликовано буквально недавно огромное количество докладов между жёнными организациями. И там большое внимание уделяется индексу образования на том, как образование влияет на развитие страны. и вообще вот это понятие, как человеческого капитала, да, или человеческого развития. И что интересно, по всем этим докладам, по всем этим индексам, получается, что в 21 веке одной из главных отраслей, можем так сказать, общества, да, или экономики, становится образование, как система. Согласны вы с этим или нет? Я полностью согласна с этим. Я абсолютно согласна с этим, потому что образование – это вот одно из ключевых направлений, я считаю, должно быть одним из ключевых направлений стратегии развития страны. А вот если брать… Почему такое большое внимание уделяется образование? Всё-таки нам известно, что есть всё-таки реальная экономика, да? Она реальные ресурсы создаёт, капитал. Почему такое внимание вдруг в начале 21 века? Ну, почему такое внимание? Потому что нужно задать прежде всего такой вопрос. А кто создаёт экономику? Да? Экономику создаёт человек, да? То есть ключевым в развитии экономики и вообще в развитии всех сфер жизнедеятельности является человек. Поэтому и огромное внимание должно быть уделено образованию. Тем более, что если мы посмотрим на либеральные страны, то очень огромные ресурсы вкладываются. Ресурсы в виде, скажем, финансовых средств, в виде человеческих ресурсов, интеллектуального потенциала, инноваций вкладываются в образование. То есть здесь, в общем-то, прямая отдача. К сожалению, в беднейших странах, да, и в развивающихся, либо в тоталитарных и посттоталитарных странах, такого вот ясного понимания важности образования нет. Поэтому вот как-то вот образование, предположим, ну в странах СНГ далеко не будем ходить, в Кыргызстане, да, вот у нас образование как-то вот получается по сей день на задворках. То есть мы конкретных кардинальных реформ не провели ещё в образовании. Ну, а согласитесь, вот всё-таки в этих докладах есть интересная такая информация, она очень обширная, там сотни страниц, но вот если взять хотя бы некоторые разделы, там есть такой интересный раздел, говорится о том, что образование, оно становится всё-таки такой вещью, благодаря которому, если ты проводишь реформу образования, правильные, да, так скажем, то у тебя очень большой шанс на то, что страна может, ну буквально за короткий период времени, исторический, конечно, может сделать большой рывок в своём развитии. Вы согласны с такой точкой зрения? Абсолютно. Можете привести пример? Я абсолютно согласна с этой точкой зрения. Давайте обратимся к опыту Сингапура. Вот сейчас мы очень любим ссылаться на этот опыт. И если посмотреть на Сингапур, то в течение 25 лет Сингапур сделал огромный рывок, да, вперёд. Почему? Потому что легендарный Ли Куан Ю, в общем-то, он не только сумел победить коррупцию, но он полностью реформировал образование. То есть, в общем-то, они выбрали либеральную модель образования, да, и за короткий буквально срок, за короткий срок Сингапур стал одним из центров образования. Сейчас очень много, скажем, молодых людей едут обучаться в Сингапур. Ну, естественно, скажем, вот образование, оно отвечало потребностям не только национального рынка Сингапура, но и мирового рынка. Мы знаем, что высшее образование Сингапура основывается на, скажем, технических, естественных науках, медицине, инновациях, да, IT-технологиях. Поэтому, скажем, Сингапур, он стал одним из центров, скажем, международного, да, мирового образования. И этому подтверждение результаты, последние результаты известного мирового рейтинга ПИЗа 2015 года, где Сингапур по школьному образованию занимает первое место. То есть, Финляндия как бы отодвинулась, да, на несколько ступеней ниже, и Сингапур лидирует и занимает первое место. Это был результат реформ, да? Это абсолютно результат реформ, собственно, образования. Во-первых, Ли Куан Ю, он, значит, перевёл образование на английский язык. То есть, школьники и в школах, и в вузах учащиеся обучаются на английском языке, понимая, что это язык международного общения, да, и он даёт доступ к глобальной информации, к знаниям, технологиям, инновациям. И, кроме того, он привлёк очень много международных экспертов, преподавателей с либеральных стран. То есть, там очень много работает европейцев, американцев, ну, то есть, носителей языка. Кроме того, это тоже, кстати, входило в его стратегию, поощрялось получение упрощённого гражданства гражданами либеральных стран. То есть, вот Сингапур сегодня стал одним из таких международных центров, да, образовательных, ну, и других, да. Тогда такой вопрос, всё-таки есть люди, которые критикуют систему, да, то, что Вы сказали, как бы, то, что я вначале сказал. Есть такой у них всё-таки аргумент. Они говорят о том, что, да, говорят, образование, реформы нужны, нужно туда вкладывать деньги, но мир до такой степени сейчас глобализировался, процессы идут с космической скоростью, и вкладанные, вложенные деньги в образование, они не могут так быстро окупиться, потому что, ну, мы понимаем, если мы начнём реформу со школы, то нужно, чтобы это молодое поколение, которое пошло в первый класс, она закончила школу, это минимум 10-12 лет, потом в ВУЗ ещё 5 лет, или там 6 лет, да, с магистратурой, и в конце концов, ну, получается, где-то в среднем уходит 15-20 лет, и вот всё равно страна безнадёжно устанет, и это не окупится, как бы, те вложения, которые были. Как Вы к этому относитесь? Ну, по всей вероятности, об этом говорят пессимисты и те люди, которые не верят, не верят, скажем так, в свой успех, да, не верят в успех того, что они делают. Давайте не будем далеко, так сказать, идти. Вот сегодня уже Казахстан начал, причём активно и достаточно амбициозно, реформировать своё образование, потому что, скажем, Министерство образования стало возглавлять достаточно такой вот успешный бизнесмен, да, который закончил, получил западное, да, образование, по-моему, MBA он получил. И вот, значит, одна из задач, которую он поставил, это как раз-таки внедрение английского языка как языка обучения, да, в образовании. И буквально вот неделю назад они уже запустили пилотные школы и вузы, то есть они всего 500 образовательных учреждений охватили с тем, чтобы обучать, скажем, своих учащихся, студентов и учителей на английском языке, да, там, английскому языку. То есть мы по-любому должны это делать, и я думаю, что если мы начнём вот так вот амбициозно реформу образования, то, соответственно, плоды мы получим очень быстро. Я сама занимаюсь обучением, вот, и, соответственно, по методике либерального образования. И я вам скажу, что мои ученики, они изменяются очень быстро, и они показывают очень хорошие результаты. То есть внутренние изменения. Ведь речь о чём идёт? Речь идёт об изменении мышления и сознания молодёжи. Вот я вам могу привести такую статистику. Вы знаете, что вот у нас, ну, там, 5, ближе уже к 6 миллионам, да, Кыргызстан. Из вот этих 6 миллионов несовершеннолетних, то есть детей, около 2 миллионов, 2 и с хвостиком миллионов. То есть практически 36% населения составляют наши дети. И буквально через лет 10 они уже становятся молодёжью. Поэтому я считаю, что вложения окупятся значительно быстрее. Но если мы на самом деле начнём решительно и кардинально изменять изнутри систему обучения, модель нашего образования, которая сегодня пока ещё не изменена. То есть вы говорите всё-таки о таких кардинальных реформах в системе образования, да? И довольно быстро надо проводить. Абсолютно. Хорошо, тогда такой ещё один аргумент. Тоже есть люди, которые критикуют систему, они говорят, мир изменился. И те, кто имеет сейчас своих детей, кто учится в школе или в УЗИ, и они воспитывали в совершенно другой системе образования, большинство из них обучались. И они обладают навыками, умениями, может быть даже мировоззрением, менталитет совершенно другим. И они не могут сейчас своим детям буквально, если это раньше было внуки, то сейчас детям они не могут на некоторые вопросы ответить, потому что у них инновации, дети более продвинуты, гаджеты, вопросы, соцсети. И у них возникает разрыв поколений. И получается, что и многие учителя, и преподаватели, они обучают тому, чего сами не знают или, допустим, отстали от этого. Как вы к этому относитесь, что невозможно преодолеть, чтобы человек обучал, преподавателя или учитель, он должен сам быть инновационный, он должен быть другой, но как он это сделает, если он в другой системе, и как новые люди пришли, и вы согласны с этим разрывом или нет? Как это можно преодолеть? На сегодня, конечно же, этот разрыв есть, потому что дети, они действительно уже рождаются и живут в глобальном мире. Это то, чего не имело наше поколение и старше. Сейчас границы абсолютно размыты. То есть, по сути, виртуальных и информационных границ нет. То есть, ты можешь владеть информацией, ты можешь быстрее впитывать эту информацию. Передавать, получать. Передавать, да, получать информацию. Но вместе с тем, вот мой опыт показывает, что этого недостаточно. Наши дети, они в силу того, что у них нет определенных практических навыков, они не всегда могут фильтровать информацию. Вместе с тем, вы согласитесь, что очень много мусора, да, очень много, я бы сказала, негативной, да, ненужной информации. И в силу того, что дети и молодежь не всегда, большинство из них, да, я не говорю все, а большинство, не умеют фильтровать информацию, то есть, не владеют такими навыками. Соответственно, мы видим, что очень много среди детей и молодежи подвержены так называемой субкультуре, да, не совсем хорошей, не совсем положительной. И поэтому такие вот возгласы в обществе раздаются среди старшего поколения. Запад – это плохо, да, то есть, чему они учат, они ничему хорошему не учат. Но дело в том, что сам по себе Запад, да, и вообще либеральное общество, оно достаточно, я бы сказала, в ценностях нравственных, да, очень, в каких-то случаях, очень традиционно. Консервативно, да? Консервативно, в хорошем смысле слова. То есть, там тоже есть почитание семейных ценностей, да, добра, да, ну, то есть, дружбы, там, любви и так далее. И, скажем, западный человек или американец, он, естественно, оберегает, и так же, как и учитель, система самообразования оберегает детей от ненужной, от нехорошей информации. То есть, они этому придают огромное значение. У нас этого нет. И там разрыва между поколениями нет, потому что само либеральное общество предполагает постоянное развитие, постоянное самообразование. Есть даже такой термин, вы знаете, непрерывного образования. То есть, недостаточно получить высшее образование, человек на протяжении всей жизни должен включиться, получать квалификацию, там, по своей работе и так далее. Вот. У нас, к сожалению, этого нет, и поэтому происходит разрыв. Как преодолеть его? Либерализация образования предполагает, в нашем случае, если мы это дело начнем, предполагает, как бы, новое, да, такое, инновационное обучение не только детей и студентов, да, но и, собственно, всех, кто вовлечен в сферу образования, и в первую очередь, учителей и преподавателей. То есть, реформа должна предполагать кардинальное переобучение преподавателей в соответствии с международными стандартами и критериями. Это просто обязательное условие. Ну и для того, чтобы это, значит, направление эффективно внедрялось и реализовалось, необходимо привлечь молодых и зрелых профессионалов, которые обучались за рубежом, которые имеют международные стандарты, да, которые имеют свое, ну, в смысле, видение вот этого, да, иначе без них мы абсолютно не обойдемся. То есть, здесь нужно привлекать новое поколение профессионалов. Хорошо, спасибо. Тогда вам такой вопрос. Вот есть такое понятие, да, как мифы образования. Мифы образования. Их очень много сейчас. И в мире, и на пространстве постсоветского, и в СНГ. И один из таких мифов, я не знаю, согласитесь ли, нет, но часть экспертов говорит, что получение высшего образования, оно тебе дает возможность открытия будущего. Ну, вот у ГРГЗ всегда говорили, что важнее было, важное образование, где бы он ни жил, в регионе или в столице. И вот многие считают, что получить высшее образование, это как бы возможность, вон тот ключик открыть свое будущее. Состояться, дальше развиваться и так далее. Но мы же видим, что огромное количество людей заканчивают вузы, потом автоматически переходят в разряд безработных, или находят, ну, вообще не по специальности, диплом он не действует. Получается, что получение самого диплома не гарантирует развитие, да? Есть еще такой очень интересный взгляд на мифообразование. Считают, что, в принципе, сейчас мир до такой степени дошел, что обучать людей вообще не нужно. Потому что он все это может взять с интернета, его главное научить читать, писать какую-то сумму определенных вещей, он должен идти в механике, где-то руками что-то делать, это будет более полезно. Ну, то, что раньше называлось ремесленничество, ремесленное. И третий есть такой большой миф. Они считают, что если образование есть, оно, соответственно, помогает человеку быть счастливым, успешным автоматически. Но вот статистика показывает о том, что чем больше человек образован, чем больше он знает, тем у него как бы индекс счастья падает, он нервные медицинские заболевания получает. Третье, вот, допустим, он более негативный, становится такой более скептический на мир смотрит. И вот если он посмотрит индекс счастья по миру распределенный, счастливы те страны, не те, которые там в экономическом плане, в таком культурном, а вот люди, которые живут, может, в горах там где-нибудь, в каком-нибудь там, в загадном месте, они счастливы тогда. Как вот вы к этим трем мифам относитесь, вообще мифам образования? Ну, интересные, конечно, мифы. У меня нет вот такого четкого ответа в пользу того или иного мифа. Я, опять-таки, наверное, обращусь к нашему опыту. Вот у нас, мне кажется, это у нас пошло со времен Советского Союза. Для родителей очень важно, чтобы дети имели высшее образование. Вы с этим согласитесь? Да, это культурная традиция. Это уже культурная традиция. И она, в принципе, вполне оправдана. И оправдана по сей день. Почему? Потому что если у тебя нет высшего образования, и есть хотя бы какие-то определенные навыки, то если ты хочешь сделать карьеру, неважно, на госслужбе или в компании, если ты нанятый или в организации, то ты ее не сделаешь, ты не станешь топ-менеджером, потому что в любом случае будут на твой бэкграунд смотреть, то есть имеешь ли ты высшее образование или нет. Если же ты хочешь стать бизнесменом, то есть работать на себя, сделать свой бизнес, ты сам себе хозяин, естественно, никто здесь не смотрит на образование, ты можешь поднять свой бизнес и без высшего образования. Но и даже и в этом случае, вот применительно к нашей стране, я вижу, когда человек без образования, есть такие успешные люди, поднялся, сделал свой бизнес, тем не менее они потом покупали дипломы. Об этом я тоже была не наслышана. Дипломы покупали, потому что кто-то хотел идти в политику, в депутатами стать. То есть они вынуждены для статуса, для своего имиджа, для продвижения себя. Нужно было, чтобы в строчке люди увидели, что вот этот человек там закончил вуз, имеет высшее образование. Что касается либеральных стран, то как бы опять-таки в либеральных странах люди воспитаны таким образом, что они делают выбор. Хочу я высшее образование, то есть осознанный выбор, я иду, я его получаю, я учусь. Но другое дело, что либеральная модель, она очень практическая сама по себе. То есть человек, когда поступает, скажем, в вуз, он минимум изучает теорию, максимум он получает практические знания. Если только не люди, которые хотят стать академическими сотрудниками, учеными, исследователями, конечно, они изучают теорию. Все остальные специальности, если человек ориентирован на практику, то он получает абсолютно практические знания. И поэтому, заканчивая и получая эти практические знания, он их применяет и быстро делает карьеру. Вот. В нашем случае, конечно же, я понимаю людей, которые не идут получать образование, потому что у нас модель старая. Модель это постсоветская, она теоретизированная, академическая, очень много ненужных предметов, которые мы потом не используем в жизни. И выпускник выходит, у него абсолютно нет никаких практических навыков, он учится с нуля. Я извиняюсь, с другой стороны парадокс в том, что бедные страны, люди из бедных стран наиболее счастливы, нежели из таких развитых стран. Почему? Ну, потому что они абсолютно оторваны от мира, у них нет сравнения лучшей жизни, там, скажем, худшей с лучшей жизнью. Комнитивные, да, у них? И, как бы, когда человек минимизирует свои потребности, он, в принципе, счастлив. И он не загружен. Он не загружен, он не в потоке, скажем, глобальных каких-то перемен, процессов, да. Естественно, он будет намного себя счастливее ощущать. То есть, у него картинка будет узкая, да? А мир намного шире, но он... Конечно, он просто не загружен. Естественно, он находится с природой. Я думаю, что в средневековые века, в первобытном общинном строе, в рабовладельческом, там, феодальном, люди, наверное, были намного счастливее, чем сейчас. Но есть такая категория людей, которые занимаются собственным саморазвитием и поддержанием своего ресурсного состояния. Они очень образованные, и они очень счастливы. Возьмите опять тех же самых, скажем, миллиардеров, того же самого Марка Цукерберга, да, или вот буквально недавно я смотрела фильм с участием Джима Керри, да. То есть, они все, абсолютно все, практикуют духовные практики, потому что в развитом вот обществе, в обществе фактически интеллектуального капитализма очень сложно быть счастливым, если ты внутренне себя не наполняешь. И не занимаешься благотворительностью, да? Да, не занимаешься благими делами и вообще как бы не занимаешься внутри духовной практикой. Это, конечно, сложно. Ну, хорошо, я вас понял. Это понятно, как бы человек богатый, самодостаточный, он уже прошёл. Но если возьмём пирамиду Маслова, да, ну, если человек находится только на экзистенциональных основах, ну, вот человеку, надо ему выжить просто, да, вот, реально возьмём СНГ, просто надо кормить детей, кушать, просто вот, да. Ну, нет ему времени, вот он ещё не удовлетворился экзистенциональной потребности, ну, нет ему времени на духовности, он не пойдёт в театр, потому что ему надо там купить продукты, сходить и так далее. Вот в этом плане, как бы, тоже, да, есть маленький вопрос. Ну, вы говорили про то, что всё-таки богатые люди, вот, ну, Билл Гейтс, да? Да. Он не получил высшее образование, он бросил его на все. После него уже, когда он стал успешным, ему вручили почётный диплом Гарварда, да? Ну, Марк Цукер. Да, Марк, ну, возьмите, бывшего президента Польши Кваснеевского, он тоже высшее образование получил, да? Исходя из этого, тогда такой вопрос. Всё-таки, может быть, в современном мире, в таком открытом, большом, глобальном, человеку просто, может быть, нужно обладать вот суммой знаний каких-то, вот он имеет какие-то навыки, умения. Есть люди, которые, ну, к бизнесу склонны, да? У них такой вот авантюризм есть, способность добывать деньги. Потом у них развит социальный интеллект. Может быть, у них образование не умеет, но они могут собрать специалистов, которые будут заниматься бухгалтерией, там, кто-то будет заниматься продвижением, то есть он может нанять. Могут нанять людей вне себя, когда они говорят. Да, 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 социальный интеллект обладает. Ну, и третье качество у них есть, может быть. Они знают цель, какую они хотят. Ну, вот мы видим же, пример Азии, даже Америки и Латинской, что такие люди появляются. И, может быть, в СНГ тоже есть. Ну, в принципе, вот если с ними поговорить, вот если их интервью, ну, в принципе, все, что я имею, меня научили мои родители и там предки, да? Ну, вот как вы к этому относитесь? Всё-таки это же такой довольно серьёзный аргумент против традиционного образования, да? Вы имеете в виду, отношусь к тому, что нужно получать или нет образование? Вы знаете, я вообще, как бы я, как я и говорила, я бы не... Я, пожалуй, не имею такой вот, знаете, категоричной точки зрения в этом вопросе. Мы с вами разобрали, да, несколько, скажем... Мифов, да? Мифов, да? И вы обратили внимание, то есть у меня конкретного ответа не было, да? То есть я исхожу из того, что выбор делает сам человек, выбор должен делать сам человек. Если человек хочет получить высшее образование, он его получает, потому что есть успешные люди, которые благодаря высшему образованию стали ещё более успешнее. Возьмите Шерилл Сандберг, она как раз-таки является одним из топ-менеджеров в компании Марка Цукерберга, и она закончила, она получила MBA в Гарварде, да? И она очень-очень такая вот успешная леди, да? Вот. Что касается тех, кто не получил образование, вот опять-таки Марк Цукерберг, да? Ну, то есть мы закончили, и Билл Гейтс, да. Вы понимаете, либеральное образование предполагает не только дошкольное, реформу дошкольного, школьного и высшего образования. Либеральное образование включает возможность непрерывного образования. Марк Цукерберг, Билл Гейтс и многие другие миллиардеры, тот же самый Джек Ма, да, который подавал в Гарвард 10 раз, так и не прошёл туда, да? Они все занимаются непрерывным образованием. Не может человек, понимаете, абсолютно вот без образования, да, и достичь успехов. То есть эти люди... В современном мире это невозможно. В современном мире невозможно. Эти люди, они всё равно посещают постоянно... Тренинги какие-то, даже читают всё равно, да? Есть двух-трёхмесячные, полугодичные курсы. Более того, такие глобальные умы, как, опять-таки, как Цукерберг или Билл Гейтс, да, они посещают тренинги людей моложе их намного, начинающих, даже не совсем, может быть, скажем так, успешных людей, но восходящих звёзд. И они говорят о том, что мы ломаем свои стереотипы. Вот как у нас принято, у нас, в нашей стране. Вот я сейчас такой успешный, я там успешный политик, или я там успешный бизнесмен, да, но мне как бы не прийти, пойти на курс там молодого, какого-нибудь начинающего консультанта и тренера. Я же лучше знаю, я же больше знаю. Ну, это статус, да. А они и тут. Это и есть вот либеральное образование без шаблонов, без стереотипов, учиться у других, понимаете. То есть, вот опять-таки, хочу акцент сделать на том, что даже если они не получают формально корочку, диплом, они постоянно обучаются. Они постоянно обучаются. Всю жизнь, да? Абсолютно. Хорошо, тогда такой вопрос к вам. Вот я бы хотел бы говорить о такой вещи, которая сейчас происходит во всём мире, не только в Кыргызстане. Огромное количество людей во всём мире имеет престижное образование, их родители, может быть, даже их родители, то есть, дедушка, бабушка. И они стараются своих детей устроить в престижные вузы. Но часто бывает так, что дети не соответствуют требованиям того вуза, в Америке крупнейшие университеты или в Европе, даже в СНГ. И просто они как бы вкладывают их по старинке туда и учись в сынок. Я заплачу, развиваться. Но это связано с тем, что в начале 70-х годов возникла теория о человеческом капитале. И эта теория, она всё-таки как бы больше, наверное, к современному миру подходит и исходит из того, что есть финансовый капитал, есть человеческий капитал, то, что сейчас мы называем ресурс. И вот они говорят, что теория человеческого капитала заключается в чём? Очень просто. Значит, вы должны понять, родители это, я думаю, в Кыргызстане тоже понимают, ребёнок получил, это вот капитал человеческий. И есть даже такая шутка, да? Самое лучшее вложение капитала и инвестиция в будущее это инвестиция в детей. Это чисто классическая теория человеческого капитала. И она гласит так. Ты вкладываешь ребёнка, то есть он только родился, ты его там обучаешь, развиваешь, вводишь его на курсы, хорошую школу вкладываешь, потом он идёт в спортсекцию, английскому учишь, другим языкам, стараясь, чтобы он адаптивный. Заканчиваешь школу, ты ему находишь хороший вуз, ты говоришь, вот там давай. И вот он развивается, потом он выходит, и вот понятно, что любой капитал должен дать, капиталы должны оправдаться. То есть возврат. Да. Как Вы к этому относитесь вообще? В принципе, я отношусь к этому положительно. Я отношусь положительно, я знаю немало примеров, когда родители вкладывали и вкладывают в своих детей, и эти вложения потом им возвращаются. То есть эти вложения оправдываются. Ну не слишком ли это капиталистически? Не аморально здесь нет такого? Я абсолютно не вижу здесь никакой аморальности, но с другой стороны, опять-таки, я все-таки за выбор. Я все-таки за выбор. Но почему, если у родителей есть возможности дать ребенку качественное образование, почему бы, скажем, в это не вкладывать? И тем более, что все эти знания, все эти навыки, они останутся исключительно у ребенка. Я думаю, что, как бы, я не вижу здесь, в принципе, аморальности, но с другой стороны, понимаете, в либеральной стране родители реально, не все, но они вкладывают, но вкладывают они, знаете, каким образом? Они, вот как ребенок родился, создают образовательный фонд. То есть они открывают счет на ребенка, и они в течение, до 17 лет пополняют этот счет. Чтобы он мог учиться в Лузе. И потом, когда ему исполняется 17 лет или 18 лет, они дарят, скажем, этот счет и говорят, вот, мы скопили тебе сумму, и вот, пожалуйста, решай, как ты ей распорядишься на образовании и так далее. Вот, в нашем случае у наших родителей этой культуры нет. Согласитесь, да, вот так, чтобы вот ребенок родился и открыть ему счет. То есть я знаю, что сейчас наиболее продвинутые родители открывают счет. В Кыргызстане тоже есть такие, да? В Кыргызстане, да, среди вот моих родителей, да, открывают счет, но, естественно, не с рождения ребенка, а там, когда он уже в школе учится, да. Но какое еще отличие, я понимаю, о чем вы говорите, об аморальности. Возможно, я где-то с вами соглашусь, в том, что если в либеральной стране они ему дают эти деньги, и он там распоряжается ими и учится, родители абсолютно не считают необходимым, чтобы ребенок потом за ними ухаживал и заботился. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть нет вот этой вот созависимости, да, от родителей, да, то есть они его не обязывают, они его не напрягают, они ему не говорят, ты должен, ты должен, вот когда мы там состаримся, ты должен нас обеспечивать, потому что мы в тебя вкладывали, вкладывали. То есть там отношения все-таки стараются строить на безусловной любви, на безусловной любви и подходить как к личности. В нашем же случае родители вкладывают и ему внушают и говорят, мы постареем, ты должен о нас заботиться, ты должен нас обеспечивать, а если ребенок где-то что-то как-то, ну, не всегда обеспечивает, не успешный, да, нет, он может быть успешным, но хочет, например, путешествовать, да, хочет как-то реализоваться, да, они говорят, нет, ты должна выйти замуж или ты должен жениться, и ты должен жить только с нами и обеспечивать нас, мы в тебя вкладывали. Вот здесь, конечно, я вижу момент аморальности в том смысле, что ребенок в какой-то степени он становится зависимым. И его мечты, его цели карьерные иногда отодвигаются абсолютно назад. Такой момент тоже есть. Ну, я просто имел в виду еще такой момент. Может быть, вы об этом говорили? Да, да, я имел в виду, что все-таки капитальский капитал, когда ты вкладываешь в будущее, как инвестицию, ты же все-таки как бизнесмен, это бизнес-модель, ты просчитываешь шаги, и как бы все равно возникает личностная и психологическая зависимость, да? Ну, конечно. Тебе помогали. И финансовая. И финансовая. Ну, как бы то, что известно в психологии, как теория долженствования, да? То есть должен, и вот постепенно это как бы мешает человеку развитию. Да, но здесь можно я добавлю? Я не говорю о том, что это плохо в нашем случае. Я говорю о том, что нам нужно учиться выстраивать взаимоотношения со своими детьми на безусловной любви, да? То есть мы не должны требовать от них и внушать им, ты должен, ты должен, да? Нужно настолько построить отношения, чтобы ребенку было приятно, скажем, заботиться о своих родителях, да? Чтобы родители не напрягали, чтобы они настолько любили и вкладывали в ребенка, чтобы он просто понимал эту ценность и заботился по своей воле. Это, конечно, сложный процесс, но мы должны над этим работать. Тогда последний вопрос. Вот сейчас мир изменился, все идет с космической скоростью. Происходит так, что страны мало того, что стараются занять как можно больше выгодную позицию мировой рейтинги, но возникает там борьба за ресурсы, как мы уже говорили, за человеческий капитал, но возникает и такая трудность гигантская. Есть страны, которые очень сильно хотят вырваться, они хотят соответствовать требованиям 21 века. Но в силу разных причин, в советское время, это буквально в 90-е годы была теория золотого миллиарда, там 7 миллиардов, из них миллиард это золотой миллиард, мы знаем, кто это Запад, США, Канада, Япония. Они успешны, у них инновации, у них уже другой уровень, они уже постиндустриальные, постинформационные, и очень трудно их догнать. Но есть и другой же мир, есть и третий мир, которые вот, ну, тоже они получили образование их элитам за рубрикой золотой. Они все понимают, они понимают, что надо вырваться, и они тоже хотят создать такую экономическую модель, благополучную страну. И вот они стараются это сделать через образование, через экономические модели, другие там, ну, как бы, все такое, которое бы позволяло бы это им делать. Но, к сожалению, одна проблема возникает. Вы можете привести примеры, когда страны, которые находились на совсем сложной модели развития, они все-таки вырвались из вот такого жестокой конкуренции таких вот моментов. Есть ли такие примеры или нет? Конечно, есть такие примеры. И опять-таки, возвращаюсь к Сингапуру. Сингапур – маленькая страна, город – страна. У нас население практически, ну у них чуть меньше, скажем так, ну тут уже 5 миллионов, и это была беднейшая страна. Просто вообще было что-то там такое вот ужасное, бедное. А в Африке? И она вырвалась вперед, и не только благодаря другим реформам, там вот жесткая борьба с коррупцией, но прежде всего это реформа образования, реформа образования, либерализация, да, демонтаж. Согласен с Сингапуром. Еще другие примеры есть у вас? Второе, вот ярчайший пример, на который мы должны ориентироваться – это Грузия. Это Грузия, и вы помните, что Саакашвили, и причем Саакашвили закончил Колумбийский университет, да, магистратуру по праву, да, он сделал колоссальную реформу. То есть он привлек во власть профессионалов, которые обучались за рубежом, которые работали в международных компаниях, международных организациях. То есть у них произошел рывок, да? Да, и они полностью поменяли, они изменили свою модель образования, они ее сделали либеральной, она же была фактически советской. Вот сегодня у нас модель образования, методика обучения, абсолютно советская. У нас цель образования – это предоставить материал фактически, и ребенок или учащийся студент должен выучить и пересказать этот материал. Либеральное образование предполагает воспитание независимо мыслящей личности, ответственной, независимо мыслящей личности, которая сможет сама находить пути решения проблем. И они это сделали за короткий срок, и мы сейчас это видим. То есть я, если вас понял, у Кыргызстана тоже есть шанс, благодаря реформам в образовании и в других сферах, за короткий срок стать такой благополучной, такой самодостаточной страной, да? Я просто уверена, что у нас есть этот шанс, и не только шанс, у нас есть эта возможность. Другое дело, что эту возможность на протяжении 26 лет, скажем, ни один лидер не использовал. И поэтому я надеюсь, что, скажем, будущий лидер, который придет во власть, он будет использовать эту возможность и привлечет профессионалов, которые обучались за рубежом, и которые работают в международных компаниях и организациях. Спасибо. Уважаемые радио-телеслужители, на этом программа «Дюйной до вертю» завершилась. В гостях у нас была известная коуча Айнура Челпанкова. Мы говорили о влиянии образования на развитие страны в 21 веке. Авторы ведущей программы, эксперт комиссиональных дел, Медина Снабетов. До свидания. Спасибо вам. Спасибо.